Здравствуйте, я Настрома 771. Сегодня хотел бы выполнить краткий обзор нового бесплатного антивируса Avast Free Antivirus 2017. Версия 17.1.22.86, билд 17.1.33.94.0 по состоянию на 7 февраля 2017 года. Новая версия линейки 2017. Экран поведения, игровой режим, пассивный режим, новый пользовательский интерфейс без громоздких систем навигации, понятный любому пользователю. Улучшена производительность, добавлены технологии защиты AVG. Приступаю к установке дистрибутива. Мастер установки предлагает выбрать язык из имеющегося списка, перейти к установке, добавить дополнительные компоненты по желанию. Настройка включает выбор пути инсталляции, а также компонентов, которые входят в состав пакета. Рекомендованная защита, минимальная защита, основные компоненты и настраиваемая защита, когда пользователь сам выбирает, какие элементы оставить, какие убрать. Продолжаем установку. Завершается инсталляция, продукт установлен. Рекомендуется прочитать дополнительную информацию. Возможность установить бесплатный антивирус на мобильное устройство. Открывается главное окно продукта. Все системы работают корректно. В нижней части экрана предлагается за использование Avast получить подарок. Подарок в виде скидок на приобретение топовых версий продуктов. Avast Pro Antivirus и Avast Internet Security. Сравнение компонентов. Главный экран. Экран состояния предлагает выполнить интеллектуальное сканирование, которое включает в себя ряд компонентов. Проверка совместимости, проверка на вирусы, поиск уязвимости в программном обеспечении, браузерные расширения, сетевые угрозы, проблемы с производительностью и ненадежные пароли. В результате проверки были обнаружены определенные проблемы. Уязвимое программное обеспечение, производительность. Можно разрешить все. обновить программный компонент, либо пропустить этот шаг, а также решить проблему с производительностью. Но для этого нам понадобится приобрести пакет, который позволяет выполнять устранение данной проблемы. В верхней части имеется возможность включить и посмотреть уведомления. Возможность получить справочную информацию. Перейти на платную версию, перейти в центр поддержки. С левой стороны перемещаемся по категориям. Состояние мы уже посмотрели, теперь переходим к блоку защиты. Блок антивирус позволяет выполнять интеллектуальное сканирование, полное сканирование с возможностью запрограммировать время проверки, а также настроить сам вариант проверки. Другие виды сканирования включают экспресс сканирование, время настройка, USB DVD проверка, время настройка, сканирование папок и настройка, сканирование при загрузке и настройка. Также имеется возможность настроить свой вариант сканирования согласно имеющихся параметров. Здесь же перечисляются основные экраны, файловые системы, веб-экран, экран почты. Можно включать-отключать компоненты. Просмотр истории сканирования и переход в карантин. Блок аварийный диск. Позволяет создать диск на CD либо USB носители. Блок брендмауэр. Подлинность сайтов и песочница в данной версии программного обеспечения отсутствует. И для того, чтобы получить данные компоненты, необходимо провести апгрейд продукта на платный. Проверка Wi-Fi. Сканирование сети. Блок обновления программного обеспечения. Позволяет проверить наличие необновленных элементов и обновить компоненты, которые возможно обновить. Можно включить автоматическое обновление, но для этого понадобится апгрейдировать продукт на платный. Данная функция доступна в Avast Premier. Блок приватность. Включает пароли, базовое управление, анализ пароля, перейти на уровень Premium и для этого понадобится приобрести соответствующий продукт. Добавление учетных записей. Добавление записей. SecureLine VPN. Обеспечение конфиденциальности. Для включения данного элемента необходимо приобрести подписку. Имеется возможность проверить работу в пробном режиме. Изменение местоположения. Уничтожение данных. Данный компонент доступен в версии Premiere. Блок быстродействия. Включает очистку, выполнение проверки и приобретение соответствующего пакета, который позволяет оптимизировать систему. Включение и отключение игрового режима. Добавление игр. Переход к настройкам. Назойливые задачи. Производительность. Визуальные прерывания. Ниже располагается возможность перейти к активации продукта. Активировать бесплатный антивирус. Использовать платный вариант со скидкой. Блок настройки. Включает общие. Настройки звука. Всплывающие сообщения. Защита паролем. Обслуживание. Мониторинг состояния. Исключение. Интеллектуальное сканирование. Компоненты. Особые виды сканирования. И настройка. Предупреждение. Конфиденциальность. Можно создать резервную копию настроек. Восстановить настройки. Блок. Компоненты. Включают имеющиеся компоненты продукта. Возможность их включать, отключать и дополнительно подстраивать. Экран файловой системы. Настройка. Экран поведения. Основные настройки. Исключение. Экран почты. Настройки. Веб-экран. Настройка. Обновление программного обеспечения. Очистка браузера. Создание аварийного диска проверка Wi-Fi. Отключение. Браузер Safe Zone. Браузерное расширение для безопасности. Расширение Safe Price. Элементы. Можно деинсталлировать. Конфиденциальность. Secureline VPN. Пароли. Включение и отключение. Деинсталляция. Производительность. Настройка. Учетная запись. Игровой режим. Ненужные компоненты, которыми вы не пользуетесь, можно в любой момент деинсталлировать и пользоваться только теми элементами, которые вам необходимы. Обновление. Возможность проверить обновление вирусной базы. Обновление программного обеспечения. Подробности. Прокси. Подписка. Регистрация бесплатного антивируса. Ввод кода активации, если он имеется. И дополнительные продукты, которые можно приобрести. Пароли. Безопасность. Синхронизация. Импорт. Экспорт. Устранение неисправности. Здесь перечисляются компоненты, которые позволяют в различных ситуациях устранять различные неисправности при работе с продуктом. Имеется возможность отключить виртуализацию с аппаратной поддержкой. При отключении данного пункта появляется соответствующее предупреждение о том, что некоторые функции могут работать ненадежно. Не исключено, что вредоносное программное обеспечение сможет вырваться из песочницы и заразить систему. Данный пункт рекомендуется включать в том случае, если при работе с какими-либо виртуальными приложениями и виртуальными машинами у вас возникают технические проблемы с данным антивирусным комплексом. Если такие конфликты проявляются, то отключение аппаратной виртуализации в данном антивирусе позволяет свободно работать с виртуальными машинами. Пассивный режим. Включение и отключение. Восстановление стандартных значений. Выполнить сброс. Настройки. Перенаправление. Последний блок это информация о программе. Версия. Базы данных вирусов. Определение. При нажатии правой кнопки мыши на значке продукта можно открыть главный интерфейс. Управлять экранами Avast. Включать-отключать. Перейти в режим без уведомлений. Открыть карантин. Запустить режим безопасных платежей. Выполнить обновление модуля сканирования определений вирусов, либо самой программы. Показать последние всплывающие сообщения. Получить информацию о регистрации. Посмотреть информацию о продукте Avast. На этом краткий обзор бесплатного антивируса Avast 2017 завершен. С вами был NoStroma771. Спасибо за внимание. До свидания.